В Кокштау состоялось открытие этнолагеря с дневным пребыванием. Для активизации летнего отдыха для детей будут организованы мастер-классы по изготовлению национальных изделий из древесины, кожи и металла. Школьники изучат историю выдающихся казахских личностей. Также поедут на ипподром, где им покажут виды национальных игр. Мастер-классы пройдут и по туристическим направлениям. Учащимся покажут, как работать с компасом. Совместно с сопровождающими будут осуществляться походы. В заключительной смене дети изготовят казахские национальные блюда. «По инициативе отдела образования города Кокшталт при поддержке Акимапы города Кокшталт наш центр внешкольной работы Аулет организовывает на территории парка Алаш лагеря с дневным пребыванием. Это у нас здесь будут три лагеря. Лагерь, этнолагерь Данабала, лагерь военно-патриотический Орлан и каратэ Шитарю. С 10 июня по 19 июля пройдут наши шесть смен лагерей». Каждая смена будет начинаться с понедельника и заканчиваться в пятницу. Две смены лагеря будут посвящены этнолагерю Данабала. Далее другие две пройдут по военно-патриотическому направлению и заключительные две недели будут посвящены каратэ Шитарю. Каждую смену посетят 40 детей. «На импадроме хотим показать, чтобы они знали, что за лошадь, например, что делается, например, скакун, что такое скакун, и показать, как мы используем национальный вид спорта. Те же собак, они увидят собачий бега на какую-то дистанцию, показать тот же беркут, который будем пускать именно на шерга, на каких скоростях, как они будут брать, поднимать, скажем, у нас шерга называется, это звериную шкуру, как они будут поднимать». «Да, это новшество, и оно нужно, потому что только что на церемонии открытия нам показали духовные ценности нашего народа, включая чей-то казна, семь сокровищ, и национальные игры, и тому подобное. Это будет примером для подрастающего поколения, оно будет смотреть, узнавать нашу культуру и историю». В юртах для детей будут проводить мастер-классы с 10 до 5 вечера. Школьников обеспечат питанием. Присмотр за ними будут осуществлять педагоги, центры внешкольной работы, аулет и других образовательных учреждений. Для учащихся вся программа будет предоставлена на безвозмездной основе. В летний период в области начали работу 488 пришкольных площадок, 195 организовано питание. Дети совместно с учителями и божатыми посещают библиотеки, драматические театры, музеи и кинотеатры. Каждая смена в лагере содержит в себе свою тематику и программу. Дети в пришкольных лагерях в летний сезон имеют возможность разнообразно провести свой досуг. Во время этого периода у детей развивается моторика рук, мышления, креатив и активность. Охват возраста составляет от 6 до 12 лет. В школе-лицее номер 2 для детей открыты языковые кружки, хореография и спортивная секция. Мы всеми силами стараемся разнообразить досуг детей в пришкольном лагере. Организовываем различные походы в музеи, в библиотеки, в драматические театры, в филармонию, в кинотеатры. Стараемся сделать все для того, чтобы деткам было интересно посещать наш лагерь. Ежедневно проводим зарядку для детей утром, уже как традиция в нашем лагере. После проведения зарядки детки расходятся по кабинетам, проводят различные игры на сплочение. В школе-лицее номер 2 пришкольный лагерь посещает 200 детей. Все они поделены на 12 отрядов. За каждым из них закреплен учитель начальных классов и вожатый. Ежедневно время учащиеся проводят под определенными тематиками. Сегодня день чтения. Со школьниками также стараются проводить веселые старты на свежем воздухе или в спортзале. Мы играем в всякие познавательные игры. Всем очень нравится. Потом мы, возможно, рисуем. Потом идем в столовую. Еще играем в разные интересные игры. В лагере очень интересно и весело. Пришкольные лагеря в первую очередь направлены не только для интеллектуального развития детей. На таких площадках дети могут обзавестись друзьями, получить новые навыки и знания. В целом, в течение всего лета таким отдыхом будет обеспечено порядка 72 тысяч детей по области.